Подмосковные вечера Здравствуйте, уважаемые зрители! Вновь в эфире программа «Подмосковные вечера» и в нашей дачной беседке замечательные гости народная артистка СССР Людмила Черсина. Здравствуйте! Здравствуйте, Кира! Здравствуйте! Здравствуйте! Милая Алексеевна, у меня к вам вопрос сразу такой несколько каверзный. За что же так? В такой милой беседке? Может быть, он вам не покажется каверзным, может быть, это мне так кажется. Было такое время, когда вас называли Мэрлин Монро советского кино, и говорят, это вас обижало. Почему? Вы знаете, просто в то время слово «звезда», это как нарицательное имя, когда хотели обидеть, говорили «звезда». Сейчас за этим словом гоняются и сами себе присваивают. Та же, как, например, секс-символ, секс-бомба. Сейчас это просто считается уже наивысшим определением. А в наше время все было скромнее, и Мэрлин Монро меня не то что обижала, обижала интонация по час, с которой иногда журналисты, иногда живые коллеги как-то этим апеллировали. А Мэрлин Монро, наверное, пошла с того, что в двух билетах на один сеанс я, так сказать, играла там инку и стонку и говорила, что у меня тот же номер лифчика, как у Мэрлин Монро. Вот оттуда все и началось. А вот были ли в вашей жизни такие моменты, когда популярность, та огромная всеобъемлющая популярность, вам мешала? Вы знаете, она мне никогда не мешала, потому что я никогда об этом не думала, как правило, в общем-то, в соседней комнате, в далекой соседней комнате. Это, так сказать, популярность или слава. Единственное, что мешало, когда это было неделикатно, какая-то попытка вмешательства, жизнь, рассматривание каких-то таких, как вы сказали, каверзных вопросов, а в общем, в жизни я очень редко была узнаваема, скорее говорили бы, вам не говорили, что вы похожа на артистку такую-то. Я говорю, да, и так далее. А в общем, знаете, я всегда жила в этом плане по принципу замечательных строк Пастернака. Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь, и так далее. Ну, а что происходит сейчас с известностью, популярностью? Может быть, даже не только в вашей жизни, а вообще вот в работе актеров, чья популярность пришлась на период советского кино, когда они стали узнаваемы. Что происходит сейчас в советском кино и с актерами советского кино? Вы так подчеркиваете, именно советского кино, имею в виду 60-е, 70-е, 80-е годы. Я говорю о советском кино именно потому, что популярность пришла тогда. Все поняла. Вы знаете, я думаю, что это очень индивидуально и очень все неоднозначно. У кого-то, кому-то эта известность, если она, так сказать, заслужена, если это было подкреплено ролями на экране и работы, профессии, она, в общем-то, сейчас помогает. Помогает, потому что это дает возможность участвовать в интерпризных спектаклях, возможность концертов, приглашение, так сказать, иногда, как говорят, по ящику выступить, вот, кто располагает временем. Вот. У кого-то кто-то уже по возрасту, так сказать, менее сейчас активен, и, в общем-то, былое не является ему поддержкой. Гильдия актеров, скорее, союз кинематографистов пытается поддерживать или, там, лекарства, лечения. Те, кто особенно сегодня и в силу возраста, в силу здоровья, так сказать, не может работать. Так что очень разнообразно. Мы сейчас заговорили об интерпризных спектаклях. Насколько давно пришла в вашу жизнь антреприза? Ну, наверное, уже где-то третий год. Она как-то так пришла в связи с тем, что вообще в России стало, в общем-то, это движение опять возрождаться в связи с тем, что большие гастроли стали невозможны по экономическим соображениям для большинства театров. Да, в общем, для всех, кроме избранных театров, когда это берется на гарантию, когда в этом участвует администрация, там, правительство. А так, в общем-то, вся связь прервалась. И вот тогда, значит, стало другое дело, что это течение и это возрождение, оно тоже переживало разные этапы. Скажите, две табуретки, два прихлопа, три притопа. Вот. А сейчас уже рынок стал более насыщенным, более конкурентным. Вот, поэтому выживаешь за счет качества, за счет хорошей драматургии, за счет, так сказать, хорошего, так сказать, очень известного состава артистов, которые, кстати, антреприза, она для настоящего профессионала, она невозможность так схалтурить, или выйти, и будьте счастливы, нет. Она, наоборот, как говорится, необходимость доказать, подтвердить какую-то прошлую свою и популярность, и память людей, которые еще сохраняются и помнят. И это, в общем, намного сложнее, нежели обыкновенные гастроли театра, когда все, когда реквизитор, костюмер, гример, когда мы, в общем, только приходим, все разложено, все, а здесь практически мы все сами. Поэтому надо приехать, успеть развесить кринолины, парики разложить, сцену обустроить, все приготовить, разлить, поставить весь реквизит, потом быстро, так сказать, собрать лицо, парик и так далее, скачить. Людмила, я вас правильно поняла? Народные артисты России сами вешают театральный задник? Ну, не сами, там, нам помогают, как правило, всегда гостеприимно, бывают дворцы, театры, куда мы приезжаем, но все равно ты подсказываешь, потому что они же не знают спектакли. Ну, режиссер иногда с нами ездит, иногда ездит его помощник, который не всегда очень хорошо знает сцену, поэтому приходится подсказывать, приходится самим корректировать какие-то вещи. Спектакль? Иногда и поправлять и кулисы, и, так сказать, груз класть, потому что, вы знаете, все равно, в общем, какая-то небрежность и, наверное, элементарное, естественное ощущение, вот приехали зарабатывать. Чего это стоит, в общем, в это люди не хотят вдаваться, что это поезда, самолеты, сразу на сцену, сдвигаются часы, география другая, все, и тут же, в общем, нужно, как сказать, зрителю, нет никакого дела, в каком-то состоянии, сонные, не сонные, а в полной мере, так сказать, выдать и отдать все, что можно. Спектакль «Императрица» это уже какой по счету спектакль антрепризный? Антрепризный, как таковой спектакль или вообще среди моих? У вас, у вас. У меня, вы знаете, ну, он сегодня среди моих, значит, у меня есть еще Артур Миллер с Василием Ивановым, которым мы играем очень редко в связи с его занятостью моей, затем «Мужчина моей жизни», французская, тряги комедии, и Нил Саймон, «Пылка влюбленный». Но пока что предпочтение называется «Императрица», потому что это бесконечная возможность и роста в роли, что характер этой великой женщины, которая была велика, велика во всем, и в деяниях, и в заблуждениях, и в любви, и в общем во всем. Они, в общем, бесконечны. И потом, вы знаете, сама тема историческая, в которой настолько сегодняшний день прочитывается. 200 с лишним лет прошло, но поначалу, когда начинается монолог после заседания Совета, зрители даже не понимают, почему вдруг рассказывается про сегодняшний день, о том, что сенаторы воруют, роскошь непомерную себе позволяет, народ нищий, пьян, плохо трудится, и так далее, и так далее. Поэтому, вы знаете, наверное, и этим нам всем интересна пьеса, поскольку яркие характеры, поскольку очень узнаваемая действительность и, естественно, очень интересная любовная линия. Скажите, а вот если вы играете спектакль в Москве, на большой сцене, в одном из центральных театров, и играете антрепризу, как актеры говорят, на выезде, есть ли какая-то разница в подготовке, в отношении? Нет. Причем, вы знаете, ну, я не хочу хвастаться, но, в общем, наш спектакль везде принимает просто очень, очень, очень хорошо. Это стоит 20 минут, аплодирует. Во время спектакля возникает и смех, и замирание, потому что очень хорошо выдержаны все эмоциональные, все, так сказать, и правительство, и правительница, и женщина, и любовница, и так далее. И замечательные партнеры, народный артист России, Аристарх Ливанов, который эту мощнейшую личность, опять-таки, истории России, и в истории, в судьбе самой Екатерины, играет замечательно. Это, так сказать, советник, народный артист Спартак Мишулин, или, там, Александр Михайлушки, народный артист, или иногда, в общем, это Ольга Богданова, народная артистка, ведущая актриса театра Российской армии, которая хорошо знает по мелочи жизни, салон красоты, и так далее. В общем, каждый из них большой профессионал, который и способен на импровизацию, и в зависимости от зала, иногда, я помню, мы играли в каком-то зале, была жуткая жара, и огромная муха летала, и поскольку парик, грим, все это привлекает, запах, и она... Ну, что мне оставалось делать? Зритель уже видел, зритель нервничал за эту муху и за меня. На что я сказала? Во дворце мух развели! Перебить! Зал зааплодировал, потому что он понимал, что, так сказать, это живое общение и живая импровизация. Так же, когда бывает холодно, выходишь и весь тенеешь, говоришь, ах, какая сырость в Петербурге! И все так не топлено! Ну, в общем, что-то как-то... Потому что, если зритель понимает, сидит в пальто, в шубах, а ты делаешь вид, что очень жарко, и веером обмахиваешься, то это уже неправда заведомо. Другое дело, надо убедить в том, что действительно героям жарко, но это всегда очень чревато тем, что они потом подходят и говорят, ну, как вы вообще выжили на сцене? Мы за вас так переживали, мы за вас так болели. Так что, в общем, вы знаете, я считаю, что нет. Другое дело, что Москва, она, в общем-то, перекормлена, она, как говорится, объевшаяся театрами, так сказать, рынком, так сказать, артистами, ну, каких хотите. Поэтому, конечно, здесь ее трудно чем-либо бывает удивить. А когда мы едем, недавно мы были в Иваново-Франковске, Черновцы, Кишинев, там, Коголым, Ноябрьск, Иркутск, Мурманск, там люди менее избалованные, поэтому большая благодарность. И вообще, чем дальше от столицы, тем люди естественнее, добрее, доброжелательнее и благодарнее. Пускай мне простит столица Москва. Я люблю тебя, столица. Хорошо. Тогда я разобью эту тему. У вас был достаточно большой жизненный период, когда вы жили и работали в Питере. И потом ПМЖ сменилась, Москва. Тоже большой жизненный период и тоже огромное количество работ. Все-таки, что ближе, Питер или Москва? Я не пытаюсь так в своей душе проводить границу. Питер это самая яркая полоса жизни. Это, так сказать, еще какая-то бездумная молодость, бесшабашная. Это какое-то огромное количество ролей, когда в год в двух, в трех, в четырех фильмах. Это огромное количество друзей, которых уже большинство не стало. Это коллеги по театру и Пушкинскому, Александринке, и БДТ. И, в общем, вообще в городе все очень в этом плане было всегда дружно, интересно. но в Москве свои преимущества. А вот я только сегодня вернулась из Питера. Вы знаете, может быть, к трехсотлетию его как-то приведут в порядок, но сейчас в эту холодную, пасмурную погоду он такой, такой неприглядный. И так просто сжимается сердце по этим дорогам, особенно, если чуть-чуть от Невского. Поэтому, конечно, там меньше возможностей. А творческие, творческие, ну, раз здесь работаешь, то, естественно, здесь интереснее, здесь больше возможностей, и сами питерцы, они здесь в большинстве работают. Это и Олег Басилашвили, это и Алиса Френдлих, это, в общем, многие актеры Волкова, которые стоят въехал. Я о дня сегодняшнего хочу перейти немножечко в прошлое, потому что, готовясь к нашей сегодняшней встрече, я узнала о том, что вы, как пишет критика, попали в актерскую профессию случайно. Но это было тогда. То есть, была буквально кинематографическая история, когда вы пошли с кодома поступать. Это действительно так. Вообще, это та ситуация в жизни, когда уже проходит десятилетие, я, их несколько, и каждый волен нафантазировать. Но у меня действительно это без фантазии, без того, чтобы создать какую-то необыкновенность. Хотя, в общем, все достаточно обыкновенно. Собиралась, училась, увлекалась техникой, так сказать, химией, физикой, математикой. Кстати, в городе Королеве могла бы работать, я хотела с самолетами или с космосом иметь дело. Ну, как в любой девчонке жило, жило или жило, как правильно сегодня говорят. Астарх Евгеньевич, жило, жить, жило. Желание, ну, вы знаете, себя хочется быть либо былили, либо актрисой, либо, вот, кажется, что это такая легкая профессия, ковры, аплодисменты. Нет, в общем, это профессия прекрасная, она, так сказать, продляющая много и дарящая много жизней, характеров, хотя это всегда палка в двух концах, но профессия мучительная, требующая постоянно, как в том анекдоте, доказывать, что ты не верблюд. Вот, поэтому, ну, вот, так сказать, мы учились вместе в классе, очень красивая девочка, которая всех королев играла, у меня был маленький опыт в школьной самодеятельности, значит, мне была доверена роль какой-то лягушки, я, в общем, перепутала текст, на этом все закончилось. Но поехали, поскольку у меня в Москве не у кого было остановиться, значит, она предложила, у нее были здесь дальние родственники, вот, и за компанию, и поскольку, скорее, любопытство мной владело, знаете, вот этот страх, который лишает человека всех его возможностей, если даже присутствуют какие-то дары и таланты, вот этот страх сковывает, а у меня, наверное, вот этот страх отсутствовал, и как-то вот так я шастала из одного, как принято для абитуриентов, Щукинская, Гитис, Щеплинская, ГИК, и как-то везде все положительно складывалось. Ну, а когда все уже вроде бы нужно было решать, то я решила остаться в Щукинском, тогда актерский факультет очень котировался, и вот так оно. То есть вам только оставалось выбрать лучшее? Вход в кино стоит раньше 30 копеек, а выхода из него нет. А семья в таком случае не была против вашего выбора? Вы знаете, ну, как-то в этом плане была самостоятельной. Вот, конечно, они очень недоумевали, когда получили телеграмму раньше времени, хотя у меня собеседование предстояло, я с медалью закончила, я хотела поступать в мои, вот, и получили телеграмму «Всечайте» поступила, они меня встречали, они понимали, куда я уже поступила. Ну, сказали, ну, детка, раз выбрала, как говорит, себе отвечать за себя. А не было в жизни такого момента, когда... Сожалела? Да. Вы знаете, очень часто, и когда что-то вдруг были длительные такие, пасмурные месяцы, отсутствие интересных ролей, и вообще, так сказать, уже другое дело, что сейчас понимаю, что поздно что-либо менять, хотя, как говорится, мы никогда не знаем, что нас ожидает за поворотами завтра. Всяком случае, я готова ко всем поворотам судьбы, я не боюсь никакой работы, вот, и я не считаю, что работа, так сказать, другой профессии, хуже, нет, каждая профессия уважительная уборщица, так сказать, конструктор, актер, хирург и так далее. Ну, так ли уж мы не знаем, что там за поворотом, все-таки мы как-то предполагаем, строим какие-то планы. Мы предполагаем, но располагает-то, Господь. Это я так некорректно задала вопрос, о планах на будущее. О планах на будущее. Кирочка, вы знаете, сегодня это говорить очень неосторожно было бы с моей стороны, потому что вообще это всегда все непредсказуемо. Есть пьеса, которая предполагается репетироваться в театре эстрады, предполагается, вот, есть пьеса, которая предполагается в родном театре российской армии, есть сценарий, который написан «Собираются деньги». Вот, если у вас есть богатые какие-то меценаты, мы будем счастливы, счет Мосфильма будет известен. Вот, но что состоится? О съемке, о кино? Ну вот я говорю кино, есть сценарий, очень серьезный, очень, так сказать, философский. История одной актрисы, где-то чуть-чуть списанной вроде бы с моей судьбы, специально писавшейся для меня. Я не умею искать деньги, вот, и вообще с бизнесом у меня все складывается очень сложно. Если нужно развалить, что-то я первая в очереди буду всегда по этому поводу. Вот, ну, даст Бог, найдутся деньги и начнутся съемки. Поскольку там возраст как бы не играет роли, ну, еще два года подождем деньги, а это все равно уже как бы подведение итогов какого-то большого пути, и человеческого, и женского, и профессионального, то... Вот. Сейчас очень популярна фраза «звезды не ездят в метро». Вы просто сейчас сказали о том, что с бизнесом как-то все сложно. Нет, вы знаете, я езжу в метро и не считаю, что это меня как-то умаляет мое достоинство и человеческое, и женское, и профессиональное. Там едут не менее заслуженные люди, и профессура ездит, и нормальные люди. И, так сказать, когда бывает необходимо, я хватаю машину, потому что у меня нет собственной машины. Поэтому, знаете, нет, я нормальный в этом плане человек. Ну, а что касается вот свободного времени? Его очень мало. Если оно бывает, вы знаете, во-первых, очень уже пожилые родители, которых надо опекать, которым надо уделять внимание. А если его очень много образуется, то, знаете, столько не прочитать. И вообще, так хочется иногда просто душ, Крем, из любимой книги. Вот недавно я читала, сейчас я читаю Шаховского Дмитрия, он же и отец Иоанн. Это потрясающие философские, потрясающие жизненные записи, размышления и проповеди. Это, понимаете, это как бы так помогает сегодня душе сохранить равновесие. Ну вот мы сейчас с вами в дачной беседочке такой сидим. Да, дачи у меня нет в Подмосковье. У меня есть дача под Ленинградом, Репина, не у меня лично, а вместе с сестрой, с ее семьей и с родителями мы, наконец, когда уже все рухнуло, дефолт, и все, мы вдруг опомнились и с трудом, в общем, построили дом, куда, в общем, удается на две недели в году выезжать. Дело в том, что очень много фотографий в прессе, но любит вас пресса, любит, очень любит, и в таких красивых интерьерах, и квартирах, и домах. Вы знаете, был такой великий руководитель, что малыми средствами он творил великие дела. У меня очень небольшая квартира, и она, так сказать, не отличается какой-то изобилием какой-то роскоши или раритетов, или, так сказать, павловской мебели. Нет, она очень нормальная, но в зависимости от того, как все организовать. Кроме того, что о вас говорили Мэрилин Монро, вас еще называли и называют самой загадочной актрисой, самой загадочной женщиной. И, кстати, читая о вас в разных источниках настолько противоречивые сведения, вот, может быть, по литературе я сама в этом убедилась, всех запутали, и я хотела в связи с этим спросить. Вот, для наших зрительниц, наверное, будет ваш ответ. Говорят, в женщине должна быть загадка. Я обращаюсь к той женщине, которая всю жизнь являла собой воплощение этой загадки. Что же это такое загадочность женщины? Знаете, если бы это можно было рассказать, или это можно было научить, тогда бы мы все были одинаково загадочными. Это было бы неинтересно. Знаете, это даже не загадка, скорее, наверное, если в женщине, в человеке, мужчины тоже бывают с какой-то тайной, притягательной, таким магнитом. Если в нем происходит какая-то, наверное, очень насыщенная жизнь души, духа, то это всегда ощущается. Вот, если в глазах, не плоского выражения, а в них хочется смотреть и что-то, ведь глаза, это, так сказать, как говорят, зеркало души, и вообще лицо, это продолжение мысли природы. Если Господь ударил этой мыслью, она вложена, то она работает и создает, наверное, это ощущение. Спасибо. Спасибо. Я надеюсь, мы ответили, может быть, многим-многим нашим зрительницам. Ну, тогда еще один вопрос. Секреты красоты актрисы Людмилы Черсиной. Это очень просто. Это еще Гёта за меня сказал. Праздная жизнь это преждевременная старость. Поэтому никаких диет. Неужели работа, работа и работа? Никаких диет, мучная диета и никаких движений. Первое. Вот. А второе, вы знаете, опять-таки помните строчки, что есть такая красота. Сосуд, в котором пустота или огонь мерцающий в сосуде. Вот, мне кажется, это опять-таки все природа загадки, красоты. Не важно, носик ротик, оборотик, черты. Если есть душа, если есть в человеке добро, то хотя бы попытка себя в этом плане совершенствоваться и вести хотя бы по пути добра, то это всегда привлекает, это всегда красиво. Любая естественность и добро, они всегда прекрасны. Я хотела вам задать вопрос, что вы особенно цените в людях, но сейчас вот нашим с вами разговором вы ответили собственно на него, поэтому я задам противоположный. Что вы не любите в человеке, что вы не переносите, что вы никогда не примете и не воспримете? Во-первых, глупость, гордыню, а гордыня порождает, как говорится, возможность и хамства, и, так сказать, ощущение себя избранности и предательства и всего, всех грехов остальных. Мой последний вопрос. Вы счастливый человек? Ну, конечно же, во-первых, у меня есть, я еще считаю себя ребенком, у меня живы родители, во-вторых, любимая профессия, но самое главное, я жива, я вижу, слышу, я способна еще радоваться рассветом, закатом и вообще предстоящей весне, потому что бытие это уже счастье, тем более, когда человек более-менее здоров, когда кругом так много сегодня драм и трагедии и несчастья. вот на такой оптимистичной ноте мы подходим к отсутствию нашей программы, гостем которой была Людмила Алексеевна Чурсина, но прежде чем попрощаться с вами, уважаемые зрители, я хочу предоставить слово нашей гости, которая по традиции может обратиться к вам с пожеланиями, может быть, вопросами и, в общем, совсем, совсем, что она сочтет нужным вам, наши уважаемые зрители, сказать напоследок. Уважаемые зрители, во-первых, если у вас хватило терпения дослушать и выслушать наш разговор, уже спасибо вам за это, во-вторых, если вам удастся попасть на спектакль «Императрица», то по адресу Москва, площадь Суворова-2, театр Российской армии, пришлите хотя бы два слова, как он вам показался, а самое главное, я вам всем желаю здоровья, добра и благодати. Редактор субтитров А.Семкин